МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Безопасность и качество с наступлением весны в Самаре возобновили дорожный ремонт. Какие участки приведут в порядок в первую очередь и сколько километров дорог обновято в новом сезоне. Что делать с шумными соседями? Как заставить самарцев платить за коммуналку? И можно ли устанавливать шлагбаумы во дворах? В столице региона провели семинар для работников управляющих организаций. Все возможное для хорошего настроения и веры в собственные силы в Самаре провели концерт для вынужденных переселенцев с Донбасса. Сильные идеи для нового времени. Жители региона делятся своими проектами, которые помогут улучшить экономику, уровень жизни в стране и поспособствуют развитию малого бизнеса. Самара повысит свой статус. Баскетбольный клуб со следующего сезона может пополнить состав участников элитного баскетбольного дивизиона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров присвоил почетные звания деятелям культуры региона. Звание заслуженный работник культуры Самарской области получил руководитель движения Самарский КВН Сергей Ларионов. Губернатор отметил, что трудно переоценить в современном мире значение культуры и важно разглядеть талантливого ребенка, который открывает в себе творческие способности. Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что КВН – это национальный бренд, который стремительно, ярко и качественно развивается в регионе. В структуре регионального правительства появилось Министерство туризма. Соответствующий документ утвердил губернатор Дмитрий Азаров. До недавнего времени вопросами развития туризма на территории области занимался департамент, входящий в состав Министерства культуры. Однако, по мнению властей, туризм губернии настолько значительный, что для его полного раскрытия необходимо сформировать отдельную структуру. Соответствующей инициативой Дмитрий Азаров вышел в Самарскую губернскую думу, и она нашла поддержку со стороны парламентариев. Ранее стало известно о том, что Самарская область вошла в топ-10 регионов России по популярности отдыха по программе туристического кэшбэка весной текущего года. Об этом свидетельствуют данные одного из популярных сервисов бронирования. Как бороться с шумными соседями? Можно ли установить шлагбаум при въезде во двор? И что делать, если некоторые жильцы не платят за коммуналку? Об этом говорили на семинаре, в котором приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, главы районов города, депутаты, председатели МКД и ТСЖ. Цель таких встреч – объяснить руководителям управляющих компаний, как решать наболевшие вопросы и куда обращаться с проблемами. Подробности в нашем сюжете. Региональный проект «Мой дом» создан по инициативе губернатора Самарской области для того, чтобы поддержать интересы общественности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Многие председатели товариществ собственников жилья и руководители управляющих компаний не знают, как решить юридические вопросы. К примеру, существует закон о тишине, согласно которому нельзя громко слушать музыку или проводить ремонтные работы после 11 часов вечера. Но куда обращаться, если кто-то из жильцов его нарушает, не всем понятно. Или вопрос установки шлагбаумов во дворе. Для их появления нужно оформить землю вокруг многоквартирного дома в собственность. На семинарах поясняют, что для этого нужно сделать. С управляющими компаниями, когда мы встречаемся, конечно, это работа с должниками. Это очень такая серьезная тема. Это у нас управляющие компании, так же, как и жители, сталкиваются с тем, что у нас есть недобросовестные жители, которые квартиру ведут в запущенном состоянии и очень сложно с ними решать вопросы. Самый важный вопрос, который мы обсуждаем на данных мероприятиях и в принципе в рамках проекта «Мой дом» и для чего он родился, проект «Мой дом» по поручению Митриевича и нашего с вами губернатора, это практическая помощь и перевод с достаточно сложного нормативного языка на обычный живой язык, чтобы председатели МКД понимали, как применять те нормативные вещи, которые принимаются у нас для защиты интересов собственников. Мы знаем, что у нас есть право, но, к сожалению, зачастую мы не умеем его применять. И говорим, что право не работает. Но право – это не вера. Право – это инструмент. В прошлом году в рамках проекта прошло 148 семинаров-тренингов. В них приняли участие около 4,5 тысяч представителей общественных органов управления многоквартирными домами, а также представители районных администраций, депутаты, специалисты Государственной жилищной инспекции региона, Фонда капитального ремонта регионального оператора по обращению с коммунальными отходами и представители ресурсоснабжающих организаций. За год поступило свыше 1300 обращений граждан по различным вопросам, которые были полностью отработаны. В этом году проект продолжил работу. В первом семинаре приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, главы районов, депутаты, председатели МКД и ТСЖ. До конца года мерами поддержки для органов общественного управления многоквартирными домами в Самаре планируют охватить до 94% председателей органов общественного управления. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Массово ремонтировать городские дороги в Самаре начнут, когда температура воздуха превысит 10 градусов. Средства на их обновление заложены как на городском, так и на региональном уровнях. Кроме того, их выделят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Какие городские маршруты ждут обновления, узнали наши корреспонденты. Вместе с весенним потеплением в Самаре совсем скоро стартует дорожно-строительный сезон. Как только установится положительная среднесуточная температура воздуха от 10 градусов и выше, начнется масштабный ремонт автомобильных дорог местного значения, картами и комплексно. Основные работы предусмотрены на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году планируют отремонтировать участки общей протяженностью порядка 51 километра. В целом, если говорить о планах работ на этот год, то это более 31 объекта. В объектах, как правило, это те, по которым движется общественный транспорт, и где существуют нарекания жителей нашего города и правоохранительных органов. Из 31 объекта во всех районах города 30 приведут в порядок в рамках национального проекта. Ремонт будет выполняться методом больших карт свыше 100 погонных метров. Покрытие проезжей части обновят от борта до борта. Как отмечают специалисты профильных служб, количество объектов может корректироваться. Так, например, в первоначальный перечень добавили несколько дополнительных участков. Например, улица Соколова в Октябрьском районе Самары от дома 34 до дома 61. Микрорайон быстро развивается, увеличивается жилая застройка. Также улица Соколова прилегает к одному из учебных учреждений Самары. Специалисты отмечают, здесь ранее был проведен локальный поддерживающий аварийный ямочный ремонт. Однако интенсивные продолжительные снежные осадки с частыми перепадами температур через нулевую отметку, чем отличился этот зимний сезон, ускорили возникновение ям и выкрашивание асфальтобетона. Полноценная работа в такой ситуации – первостепенная необходимость. Еще один объект – улица Сергея Лозо в Красноглинском районе. Здесь пролегает одна из центральных дорог поселка Управленческий. Маршрут ведет к обновленной в прошлом году вертолетной площадке, одному из любимых мест отдыха горожан и гостей региональной столицы. Дорожной инфраструктуре также уделяется повышенное внимание. Жители Управленческого и Автомобилисты инициативу ремонта поддерживают. После зимы сейчас все эти ямы и почки вылазят наружу. Так что в любом случае нужен ремонт. Хорошему нет предела. Пусть будет хорошая дорога. Улицы Соколова и Сергей Лозо отремонтируют с использованием высокопрочной асфальтобетонной смеси. Внимание дорожных служб приковано в первую очередь к крупным самарским дорогам с высокой пропускной способностью. Это проспект Кирова, улицы Физкультурная, Советская Армия, Товарная, Солнечная и другие. Заблаговременно прошли торги, были определены подрядчики. Они уже закупили необходимые материалы. Асфальтобетонные заводы, техника и персонал также готовы. А пока в Самаре не начался дорожно-строительный сезон и температура воздуха не позволяет применять горячий асфальтобетон, реализуются поддерживающие меры. Аварийный ямочный ремонт ведется литой смесью в круглосуточном режиме. Ольга Павлова, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Итоги работы по противодействию коррупции подвели на заседание одноименной комиссии в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Обсудили результаты проверок доходов, расходов имущества у муниципальных служащих, а также разъяснили меры юридической ответственности за предоставление неполных или недостоверных сведений о себе. Особое внимание уделили и опасности конфликта интересов в подведомственных учреждениях. Специалисты отметили, что, например, в школах и детских садах надо различать случаи, когда есть педагогическая династия и когда руководящие должности занимают люди из одной семьи. У каждого департамента есть своя комиссия, которая проверяет такие инциденты. На заседании было озвучено предложение создать единую городскую комиссию, которая будет рассматривать каждый случай возникновения конфликта интересов у муниципальных служащих. Глава Самары Елена Лапушкина также провела заседание городской антинаркотической комиссии. Руководители департамента вместе с представителями правоохранительных органов обсудили организацию и результаты работы по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ на территории города. Сотрудники полиции представили анализ ситуации, обратив особое внимание на показатели, в каких районах города и среди какой возрастной группы зафиксированы случаи распространения запрещенных препаратов. Важным вопросом стала также профилактическая работа с несовершеннолетними. Особое внимание уделяется студенческим общежитием и средним специальным учебным заведениям. Руководителям и педагогам регулярно направляются методические материалы по работе с учениками при выявлении случаев употребления и распространения наркотических веществ. В регионе продолжается вакцинация и ревакцинация от новой коронавирусной инфекции. С наступлением теплой погоды в Самарской области возобновят свою работу мобильные прививочные комплексы. Сейчас, кроме поликлиник, вакцинироваться можно в стационарных пунктах, расположенных в общественных местах. Один из них 20 марта открылся в районе площади Кирова в торговом центре. Тему продолжат наши корреспонденты. О том, как пришлось восстанавливаться после перенесенной коронавирусной инфекции, Татьяна Мануковская помнит даже спустя два года. В 2020-м она перенесла ковид в тяжелой форме. Решила, что после выздоровления сразу же сделает прививку для будущего сохранения собственного здоровья, безопасности близких и окружающих. Как я проболела, тяжело. Прям я рада была, что и вакцины появились. И сразу пошла, потом сделала. Сегодня в прививочный пункт, который открылся в районе площади Кирова на базе одного из торговых центров, Татьяна Ивановна пришла на ревакцинацию. Сделать прививку повторно или впервые здесь может каждый житель области или города. Перед процедурой медики проводят необходимый осмотр. Измеряют пульс, уровень кислорода в крови, опрашивают пациентов на наличие или отсутствие хронических заболеваний. Мы еще расширили наши обследования. К каждому пациенту мы определяем функцию внешнего дыхания, определяем еще кровь на сахар. Тут же выдаем человеку эти все результаты. Пациенты очень довольны. Жители региона и города проявляют сознательность, отмечают медики. И несмотря на то, что волна пандемии пошла на спад, число желающих сделать прививку и пройти ревакцинацию не сократилось. В основном благодаря вакцинации, я хочу сказать, потому что все-таки люди уже, в большей степени людей у нас провакцинированы, то есть иммунная прослойка достаточно хорошая, поэтому люди продолжают приходить, потому что у нас идет ревакцинация через полгода после первой. То есть те, кто делал, допустим, полгода назад, они приходят заново. С наступлением теплой погоды в Самарской области возобновят свою работу мобильные прививочные комплексы. Пока же, кроме поликлиник, вакцинироваться можно в общественных местах. Прививочный пункт в районе площади Кирова на базе одного из торговых центров, начиная с 20 марта, работает ежедневно. В день процедуры здесь проходит до 25 человек. Ольга Павлова, События. О других событиях этого дня расскажем в нашем видеообзоре. Самарцам напоминают о необходимости убирать машины для беспрепятственного вывоза снега с улиц города. Работы по расчистке территории от снежных масс по-прежнему ведут в круглосуточном режиме. Для того, чтобы уборка шла оперативно и качественно, автомобилистов просят не оставлять личный транспорт на обочинах дорог, чтобы он не мешал спецтехнике. А для парковок в дворах используют специально предназначенные для этого парковочные карманы. Лед на реках в Самарской области окончательно растает до 1 апреля. Об этом сообщили в ГУМЧС России по Самарской области. По сведениям Росгидромета, в предстоящие дни дневная температура воздуха установится выше нулевых отметок. Это создаст благоприятные условия для таяния снега. Вскрытие рек в этом году ожидается на 8-10 дней раньше нормы. В Госдуме не рассматривают законодательную инициативу об ограничении использования VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заплакированным в стране ресурсам. Напомним, накануне Тверской суд Москвы признал компанию «Мета», владеющую социальными сетями Facebook и Instagram, экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Ранее Роскомнадзор заблокировал работу этих площадок на территории государства. При этом запрет не распространяется на мессенджер WhatsApp, которым также владеет американская корпорация. Региональный главк полиции подвел итоги профилактического рейда, направленного на обнаружение граждан, которые скрываются от правоохранителей. Сотрудникам полиции удалось задержать более 60 человек, которые находились в федеральном и международном розысках. Из них 17 человек скрывались от органов дознания, 28 от следствия, еще 16 от суда. Двое граждан разыскивали за совершение грабежей, двое за разбой, еще двое за совершение преступлений в сфере экономики. 9 человек за незаконный оборот наркотиков и 21 за кражи, уточняют в ГУ МВД России по Самарской области. Прием заявок до 22 апреля. На платформе агентства стратегических инициатив идет сбор предложений от жителей региона для форума «Сильные идеи для нового времени». Желающие могут представить свои проекты, которые позволят улучшить жизнь города, региона или страны. Одними из первых заявку подали авторы Всероссийского фестиваля «Космофест», который проходит в Самаре ежегодно на протяжении пяти лет, с подробностями Марии Левина. В 2017 году Юлия Карпова придумала и реализовала проект «Растим будущих инженеров», который впоследствии завоевал популярность в разных уголках нашей страны. Вместе с командой девушка решила создать площадку, где встречались бы дети из разных регионов и презентовали профессиональному жюри свои проекты. Так и родилась идея «Космофеста». Впервые фестиваль научно-технического творчества прошел в Самаре в 2018 году. Участие в нем приняли дети от пяти до восемнадцати лет с проектами на космическую тематику. В прошлом году площадка собрала около пяти тысяч человек. Главная миссия нашего проекта – это поляризация научно-технического творчества детей и расширение кругозора детей в области освоения космического пространства, в области технического творчества, развитие и выявление способностей детей. С этим проектом команда регистрируется на форум «Россия. Сильные идеи для третьего десятилетия». Для такого проекта нужна мощная поддержка, которая с одной стороны покажет всю силу и мощь нашего региона и подчеркнет именно космическую составляющую, а с другой стороны нам, создателям этого проекта, очень важно получить внешнюю оценку и правильность вектора, в котором мы двигаемся. В 2022 году президент России Владимир Путин пригласил участвовать в организации форума «Региональные команды». Цель – выбрать и воплотить в жизнь 100 сильных идей по развитию страны. Сейчас у нас зарегистрировано больше 2000 участников, больше 1200 идей на платформе. В первом форуме у нас было 220 тысяч участников, зарегистрированных на крауд-платформе. Больше 15 тысяч идей было представлено нашими гражданами, предпринимателями. Около тысячи проектов было поддержано на федеральном уровне, регионами. Предложения принимаются по семи направлениям. Среди них – развитие регионов, открытый разговор, предпринимательство. В состав оргкомитета приглашен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Форум пройдет в несколько этапов. До 22 апреля каждый желающий житель региона может отправить свое предложение на платформу, указанную на экране. Там идея получит оценку экспертов. Топ-100 сильных идей представят уже этим летом. Мария Левина, Василий Калдашов. События. Зарядить хорошим настроением и заставить поверить в собственные силы. В Самаре провели концерт для вынужденных переселенцев с Донбасса. Напомню, они начали пребывать в 63-й регион в конце февраля. Людей разместили на базе отдыха дубки. В основном это женщины и дети. Сегодня перед ними выступил хор ветеранов общественной организации «Труженики тыла». Подробности в репортаже Елены Чернявской. Хор ветеранов от всей души поддержал сегодня вынужденных переселенцев и поделился хорошим настроением. Организатором концерта выступила общественная организация «Труженики тыла» и «Ветераны труда». Своих не бросаем. И, безусловно, начал искать средства. Нашел средства у нас, добрых людей в России. Очень много. Вот. Сумел 170 подарочков, предприятий хороших и прийти сюда. Своих не бросаем. Это, знаете, как знамя прошло. По всей «Машке России» действительно мы не бросим. Безусловно, будем решать. Вопрос непростой, тяжелый. Но, я думаю, мы решим. Артисты хора исполнили известные всем советские песни, признаются перед выступлением, немного волновались и очень хотели создать теплую атмосферу. Гости региона не жалели аплодисментов, а во время исполнения некоторых песен поднимались со своих мест, подпевали и не могли сдержать слез. Конечно, безусловно, важно в связи с тем, что, ну, первое, это поднимает настроение, да, в достаточно нелегкий момент сейчас. Вот. Мы со своей стороны их поддерживаем, и такие мероприятия тоже позволяют как раз, наверное, почувствовать, что они как дома. В зале – женщины и дети. Нина Головченко со свекровью и четырьмя детьми приехала из Донецкой области месяц назад. Говорит, уезжали с тревогой, переживали, как примет в России. Когда приехали в Самарский пункт временного пребывания, успокоились, семью сразу же разместили, оформили необходимые документы. Проживание комфортное, отмечает Нина. Есть врачи и психологи, а также воспитатели для детей. Все необходимые условия созданы. У нас три раза кормят здесь, детям дают полдники, праздники, возят везде детей, дети учатся у нас. К нам очень все хорошо относятся, психологи, все, кто находится здесь, работники. Всегда поддерживают, помогут, подскажут, укажут. Полностью все. Конечно, мы им за это очень благодарны. В Свекровь Сеснахоя полностью согласна. И хорошее настроение после концерта тому подтверждение. Мы приехали, мы даже не ожидали, как нас встретят. Мы боялись до последнего, потому что четверо детей везли и младенца. А здесь все замечательно. Мы пишем, что нам нужно, нам привозят. Ребенку питание, все. Сейчас люди надеются, что вскоре все наладится, и они смогут вернуться домой, к спокойной и мирной жизни. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Баскетболисты «Самары» в следующем сезоне планируют выступать в единой лиге, сильнейшем в дивизионе страны. Двукратный чемпион Суперлиги и Кубка России не первый раз отправляет заявку на участие. Но до этого у команды не было современной арены, соответствующей всем требованиям турнира. Теперь «Самара» играет свои домашние матчи в обновленном дворце спорта. Новости спорта продолжит эфир. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза установила, что решение арбитра Антона Фролова не назначать пенальти в ворота Крыльев Советов в матче 21-го тура и РПЛ с «Зенитом» признано правильным. Напомним, «Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Антона Фролова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота Крыльев Советов на девятой минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что обороняющийся игрок команды Крыльев Советов Александр Солдатенков в единоборстве с атакующим игроком команды «Зенит» Юрия Алберта в собственной штрафной площади изначально использовал толчок плечом в плечо, соблюдая условия правильного толчка. Комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом моменте. Приводит текст решения официальный сайт РФС. В своем заключительном матче предварительного этапа Суперлиги гонболистки «Лады» на выезде уступили Ростов-Дону. Определяющим стал старт матча. Уже к шестой минуте хозяйки вели 7-1. Лидер Тольятинок Ольга Фомина помогла команде сократить отставание, но чтобы сравнять счет, ее сил не хватило. В целом ростовчанки уверенно контролировали ход матча. Итог 30-35 поражение «Лады». Команда заняла третье место в элитном дивизионе и пропускает первый раунд плей-офф. В четвертьфинале «Ладе» предстоит играть с победителем противостояния Кубани и команды, которая займет пятое место в дивизионе «Б». Баскетбольный клуб «Самара» подал заявку на переход из Суперлиги в Единую Лигу в дивизион элитных российских команд. Об этом на рабочей встрече говорили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, директор Российской Федерации Баскетбола Евгений Иванов и президент турнира Сергей Кущенко, который выразил уверенность, что «Самара» может и заслуживает выступать в самом престижном турнире российского баскетбола. «Самара» – двукратный чемпион Суперлиги-1 и ранее претендовала на участие в Лиге, но у клуба отсутствовала современная арена, соответствующая всем требованиям. В сентябре прошлого года был открыт дворец спорта. Многофункциональный спортивный комплекс уже принимает баскетбольные матчи. Новый эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств – вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки информирует жителей города о новом проекте Самарского дворца ветеранов «История из жизни». Сегодня свою уникальную историю рассказывает Александр Баранов, герой Российской Федерации, советский и российский военачальник, генерал армии. Также в своем телеграм-канале департамент сообщает, как можно получить ежемесячную денежную компенсацию за оплату коммунальных услуг. 25 марта в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение мест в детских садах на 2021-2022 учебный год, информирует родители в своем телеграм-канале Департамент градостроительства Самары со ссылкой на Департамент образования. Для успешного проведения данной процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ для внесения изменений. Команда «Самарские стрижи спасатели» подала заявку на участие в федеральном молодежном гранте со своим проектом «Небо на ладони», говорится в телеграм-канале Кировского района Самары. Ребята являются эковолонтерами и занимаются спасением птиц. Только за 2021 год, благодаря их усилиям, было выпущено 722 стрижа. Эко-волонтеры готовы делиться своим опытом для продвижения проекта в других регионах России, присоединиться к проекту и стать частью команды может любой желающий. За новостями в телеграм-канале Самары ГИС ежедневно следят почти 2000 пользователей. Подписывайтесь на нас, чтобы в числе первых узнавать о главных событиях в Самаре и регионе. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!